Есть такая поговорка, что стадо всегда бежит со скоростью самого медленного бизона. Сколько в школе двоечников не подсаживали к отличникам, чтобы те их подтянули, лучше от этого учиться двоечники не начинали, а вот у отличников успеваемость часто падала. Разные животные постоянно живут рядом с людьми, но ни одно из них в человека не превратилось. А вот дети Маугли перенимают повадки и поведения тех животных, которые их воспитали. И эти факты, на мой взгляд, ставят под сомнение эволюционную теорию. Какой смысл живому организму, чтобы приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды, усложнять свое строение? Ведь лучше всех к условиям окружающей среды приспособлены простейшие. Бактерии и вирусы выживают там, где ни одно другое живое существо выжить не сможет. Или другой пример. Огромный и очень сложно устроенный синий кит является вымирающим видом. А вот криль, то есть мелкие рачки, которыми он питается, доставляют основную биомассу в океане. Какой смысл был эволюционировать до кита, если получается, что криль более приспособлен к условиям окружающей среды? И тут мне могут возразить, что синего кита уничтожили люди. Но так и криль тоже добывали и ели все, кому не лень. Но тем не менее он не находится на грани вымирания. А к чему вообще все это предисловие? Даже когда мужчина и женщина живут вместе очень долго, женщина не становится похожей на мужчину. Она не начинает вести себя как мужчина и не начинает думать как мужчина. То есть на женское, так сказать, железо мужская прошивка не встает. А вот мужчина, который долго прожил с женщиной, нередко перенимает женскую модель поведения. Особенно это заметно по старикам. То есть получается, что когда мужчина и женщина долго живут вместе, то не женщина подтягивается до уровня мужчины, а наоборот мужчина деградирует до уровня женщины. То есть получается, что женщина тянет мужчину вниз за собой точно так же, как двоечник тянет вниз за собой отличника. И отсюда можно сделать очень простой вывод. Если вы не способны противостоять тому разрушительному влиянию, которое оказывает женщина на мужчину, то стоит очень хорошо подумать, прежде чем начинать с женщиной постоянные отношения.